Приветствую вас. Аноним задаёт вопрос. Расстаюсь с мужчиной. Продолжаю мониторить соцсети. Смотреть, кому он ставит лайки. Расстраиваюсь, когда нахожу у него, наверное, других девушек. Не понимаю, почему это так задевает меня и мне обидно. Знак вопрос. Как отпустить? Знак вопрос. Ну, вообще-то расставание есть трава. Есть такое болезненное явление, что ли, для психики. Любовь психики. Не только, ну, не только, а в данном случае вашей психики. То есть это болезненно. Это болезненно и это нормально. Что вы вот переживаете. Потому что, ну, человек был для вас, очевидно, не пустым местом. Потому что, да, как бы, человек был для вас, ну, значимым. Я так вот предположил. И, естественно, что, когда вы с ним расстались, вам, естественно, ну, больно вам, естественно, тяжело вам, естественно, неприятно. Многие люди, многие люди, я не буду говорить, что все это, наверное, будет не совсем честно. Но многие люди говорят о трудностях с самооценкой. То есть многие люди говорят о том, что после расставания, как бы, ну, думают о себе хуже. Вот, и кажется, что, в общем-то, ну, довольно часто, кажется, что расставание произошло именно из-за, ну, из-за вполне конкретного человека. То есть из-за того, для кого отношения, так скажем, более важны. А отношения более важны для того, кто эмоционально, эээ, кто более эмоционально на это реагирует. То есть в данном случае очевидно для вас. Ну, потому что вы, эээ, человек, который, как, как вы говорите, не может опустить, вы человек, который, эээ, данную ситуацию описывает. Да, вы человек, который, как бы, ну, эээ, ну, грубо говоря, жалуется, да, вы не знаете, вот, как вам действовать, не знаете, что вам, что вам делать. Ну, грубо говоря. Вот. И ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Нет в этом чего-то необычного, нет в этом чего-то аномального, нет в этом чего-то негативного, нет в этом чего-то нечеловеческого. Вы же по той причине, что вам больно, по той причине, что не можете с этим справиться, хотите от этих чувств избавиться. Но именно они, эти чувства, являются вашей потенцией для того, чтобы развиться, для того, чтобы получить новый опыт, для того, чтобы что-то для себя понять. И для того, чтобы не повторить, вероятно, тех ошибок. Которые вы, возможно, будучи в отношениях, совершили. Да? Поэтому чувства, которые вы впитываете, нужно поисследовать. Как бы больно и неприятно вам это не было, вот, через болезненные моменты вам поможет, в общем и целом, пройти психолог. Вот. То есть вы... Ну, вам не обязательно с этим справляться в одиночку. Вот. Вы не обязаны с этим справляться в одиночку. Вам может помочь психолог это пережить. Вам может помочь психолог это пройти. Пройти этот непростой этап. Непростой для любого человека, не только для вас. Для кого угодно это нелегкий этап. И вынести из этого опыт. Каким бы он этот опыт не был. Вот. Вот. Увидеть, что вы очевидно в отношениях нуждались в большей степени, чем ваш молодой человек. Увидеть, что вам отношения, вероятно, были более нужны, чем молодому человеку. И вы принесли эту потребность в отношениях. это не то, что бы прямо плохо. Я бы не сказал, что это прямо плохо. Но я бы сказал, что вам напрямую может оказываться из-за этого существенный вред. вот. Да? И мне кажется, наконец, что вы немножечко лукавите, когда говорите, например, о том, что ну, вот вы пишете, да, почему это так взрывает, и мне обидно. Вот мне кажется, что вы немножечко лукавите. говоря об этом. Почему? Почему? Мне кажется, что вы немножечко лукавите. Я поясню. несложно проследить за вашими чувствами. несложно увидеть ваше чувство. Несложно увидеть, как вы себя ощущаете, какой вы себя ощущаете. Это все несложно увидеть. заметить. Несложно проанализировать. И несложно сформировать некоторую, так скажем, проблематику на основе данного аспекта. Но, повторюсь, расставание это не позитивный процесс. Лучшим раскладом при расставании может быть светлая грусть. Что вот, человек пошел дальше. человек дальше пойдет без меня. Давайте рассмотрим причину расставания с мужчиной. Из-за чего вы расстались с ним? Вот просто постарайтесь увидеть это. Постарайтесь посмотреть на это. Постарайтесь определить это. Из-за чего вы расстались. Кто был инициатором расставания? Осталось ли у вас чувство ясности после расставания после расставания молодым человеком? То есть, я имею в виду, не сомневаетесь ли вы в расставании с ним? хотите хотите ли вы этого расставания или это чисто его инициативу? так сказать? А вы вообще-то не очень понимаете понимаете каким образом эта ситуация произошла. на этом все я надеюсь что мой ответ был вам полезен буду благодарен за обратную связь по моему ответу позволит вам начать работу над собой желаю вам всего самого доброго удачи и надеюсь что ваши трудности будут разрешены самым лучшим образом